В Брестской областной больнице сегодня открылось после ремонта отделение челюстно-лицевой хирургии. В главном корпусе оно размещается с 1986 года. Ремонт длился 9 месяцев. За это время отделение кардинально обновилось, благодаря чему значительно улучшилось условия для пребывания пациентов и работы медперсонала. На сегодня в отделении по регламенту 30 коек. В отделении расположена и ВИП-палата, рассчитанная на одного человека. В стандартных палатах не больше 6 коек. Ремонт обошелся в 350 тысяч рублей. Это в основном заработанные больницы средством, а также выделены из бюджета и помощь спонсоров. Каждой такой стройкой, каждым таким объектом чрезмерно рад, потому что, во-первых, здесь наши сотрудники вкладывают на самом деле душу, потому что делают все то, чтобы было очень удобно пациентам, сотрудникам. Я сегодня уловил такое ключевое слово. Это такой крайний объект, который вы, я хочу подчеркнуть, в основном делаете за счет собственных средств. Это дорогого стоит, поверьте мне. Деньги нужны всем, деньги есть, но их всегда не хватает. И самый простой способ где-то там у кого-то просить у власти, а можно решать вопросы своим путем. Поэтому огромное большое вам спасибо, потому что, несмотря на вот эти какие-то неудобства, вы продолжаете выполнять профессионально свою работу. Под обновленное отделение отвели часть седьмого этажа областной больницы. Во время ремонта полностью поменяли пол, электропроводку и сантехнику. Новый вид обрели потолки и стены помещений. Кроме того, была закуплена новая медицинская и офисная мебель. Теперь в отделении можно увидеть просторные палаты, ординаторскую, кабинет старшей медсестры, а также новое оборудование. Все новое воспринимается по-новому, приятнее ходить на работу, когда все новенькое, мебель красивая. Да и, как действительно сегодня Александр Сергеевич сказал, когда не хочется уходить отсюда, выздоравливать надо, но уходить не хочется. Поэтому с огромным удовольствием будет ходить на работу, даже приходится задерживаться иногда, но это с удовольствием получается. Властная клиническая больница – это флагман, который задает направление и русло всей области. И Александр Сергеевич тому пример, когда он стремится, добивается и показывает сам высокий уровень. И, думаю, сотрудники тоже стремятся к тому, чтобы поддерживать планку. Время идет, скорости растут. И травмы, к сожалению, случаются все чаще. На персонал челюстно-лицевой хирургии ежесуточно ложится большой объем работы. Не только плановой, но и срочной. Экстренной помощи, когда дорога каждая минута. Особенно отделение из названия выходит, что челюстно-лицевая хирургия. То есть это какие-то патологические процессы в области лица, челюстей, шеи. Сейчас очень актуальны травмы велосипедные и электросамокатные. Много стало вот этого электротранспорта мобильного. Очень много пациентов. И травмы тяжелые. Поэтому надо очень осторожно с этим обращаться. Параллельно в Брестской областной больнице разработан план по дальнейшему ремонту. На очереди приемное отделение. Приемное отделение – это последнее отделение, которое находится в этом корпусе. Но мы сделали паузу в приемном отделении, потому что мы все-таки надеемся, что в следующем году начнется строительство нового корпуса. И там предполагается современное, шикарное приемное отделение. Поэтому мы немножко подождем. И если это будет осуществляться, то мы уже будем делать ремонт под какое-то другое отделение, которое сегодня не имеет площадей. Например, ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики – это те отделения, которые сегодня вообще находятся на приспособленных этажах, на приспособленных площадях. Поэтому мы тогда будем переформатировать это отделение. Новоселье новоселье, но пусть пустых коек будет больше, а работы у медиков меньше.